Девушки отдыхают Детская одежда Здесь торговали бизнесмены из Китая Позже здание признали аварийным В 2014 году трехэтажное здание попытались продать Продали здание бизнесмену Владимиру Горячеву Это красноярский предприниматель, который как раз и владеет объектами рядышком Это метрополь и здание Котэк Бизнесмен решил не реконструировать здание, а просто его разобрать, что и происходит прямо сейчас На его месте, по информации разных источников, может появиться торговый центр или офисное здание Ну а мы решили спросить красноярцев, что они видят на месте бывшего китайского города Залерею какой-нибудь, выставочный зал интересный Чтобы можно было современных художников, допустим, красноярских Зона для гуляния, цветы, деревья Потому что сильно густо настроено Может быть музей, может быть школа искусств вместе с музеем Плюс концертный зал еще какой-нибудь Какая-нибудь смотровая площадка, чтобы была сверху Что-нибудь интересненькое, но не торговый центр точно Конкретных сроков, когда здание закончат разбирать, нет Но учитывая, что началось все еще в июне И сейчас разобрана только часть последнего верхнего этажа Продлится демонтаж еще несколько месяцев И перемещаемся мы на улицу 60 лет октября Здесь жители рассказывают, очень долго ждали дорожного ремонта И были рады, когда он стартовал, но вот позже их радость сменилась грустью Жители ждали, что здесь будут добавлять полосы, расширять проезжую часть Но получилось, что ее наоборот начали сужать на целую полосу Минус одна полоса, кармана нет Автобусы останавливаются на проезжей части Где наши обещанные увеличения дороги, тут сужение дороги Переживают жители из-за судьбы остановки 60 лет октября в сторону Кроссфарма Они боятся, что ее в принципе вообще уберут и ее не будет Нас успокоили, такого не произойдет Остановка переедет по всем нормам буквально на 100-150 метров Обоснуется она вот здесь Здесь как раз уже стоит знак И подготовили бордюры для того, чтобы сделать их пониже Чтобы людям было удобно выходить из автобуса и заходить в него Мы стали получать жалобы от красноярцев о том, что их остановки исчезают с прежних мест Не стоит беспокоиться, выполняется разнос остановок для обеспечения безопасности дорожного движения на данных участках Будет выполнен разнос 7 остановок Две на РУВД, две на Пикре, одна на хлебозаводе, одна на бибельной фабрике, одна на 60 лет октября Вот здесь, с этой стороны, уже роют траншею для того, чтобы следом закатать здесь все в асфальт То есть улица останется по проходимости точно такая же Но у водителей будет маневр для правого поворота на соседнюю улицу Ну и завершаем нашу дежурную группу на проспекте Мира возле здания краевой администрации Наши любопытные подписчики сняли нам вот такое видео и спросили, а что происходит На кадрах на здании администрации, которое находится на реставрации Снимают баннеры и начинают понемногу разбирать леса Мы сегодня обратились в краевую администрацию, чтобы спросить Действительно ли грант, масштабный ремонт, который длится уже почти 3 года Подходит к концу и когда ждать завершения работы Начинаем снимать баннеры, потихонечку демонтируем леса Данный объект является объектом культурного наследия регионального значения Дом Советов Фасады очень сложные Реставрация декоративных элементов также заняла значительное время И устройство архитектурной подсветки Подсветка у нас должна подчеркивать архитектурные элементы То есть это карнизы, колонны Крайний срок завершения работ по контракту у этого здания октябрь Но все-таки закончить хотят пораньше И уже, говорят, к первому сентября В здание, наконец, можно будет снова пройти через его центральный вход А если у вас есть новости для нашей дежурной группы Их можно оставить по телефону 202-22-22 А также отправить фото и видео того, что вы сняли в городе Нам на Viber или WhatsApp Алена Крешенникова, Илья Гришаны, Дмитрий Кочетков Дежурная группа новостей Прима